Вы знаете, что 14 июля 1789 года пало по стиле. Это считается началом французской революции, когда на самом деле начало было раньше. Мы будем говорить об этой знаменитой клятве в зале «Перекры в мяч», которую дали депутаты в собрание. И когда читаешь эти французские главы, все время какие-то аналогии всплывают, понятно, с нашей истории, потому что их множество. Их множество, эти аналогии замечали сразу, еще современники, которым Зина Пушкин, вот эту аналогию прямо проводят, когда он пишет о Пукачевском бунте. Достоевский будет постоянно обращаться к событиям французской революции в своем граммане. Это не только сплощенная судьба графии Дювари, помните, по которой Сремелебедев вздыхает и молится о ней, но это и прежде всего слезинка ребенка, потому что по слезинке ребенка имеется в виду совершенно конкретный ребенок, о котором мы будем говорить, а именно дофин Людовик. 17-й, который был таковым, обозначен, и никогда не царствовал, его судьба, прежде всего, которой Достоевский его прекрасно вспоминал, потому что его детство – это выход в первое издание книги его сестры Марии Терезы, о ее заключении в тампле, о судьбе ее брата, ее семьи. Достоевский запомнил эту книгу с детства, потому что они читали вслух на французском, естественно, на языке, и, конечно же, эти впечатления отразились в нем на кризисе. Но приступим, собственно, к самому вот этому изложению того, что происходило. Эпикров их нашей выставочному комплексу к этой лекции такой. Не думайте, однако, чтобы вся нация участвовала в трагедии, обратите внимание, сразу возникает театральный термин, жизненный одновременно, в трагедии, которая играется ныне во Франции. Вот она, тема театра. Едва ли сотая часть действует, все другие смотрят, судят, спорят, плачут или смеются, бьют в ладоши или освистывают, как в театре. Но запомним, что это еще первый период французской революции, как у нас принято говорить, вегетарианский. Террор еще большой не начался. Вот это цитата из писем русского путешественника. И далее он говорит о характере французов, и такая вот опять появляется тема театра. Характер французов выражается главным образом в их любви к театру. Немца надо изучать в его ученом кабинете, англичанина на бирже, потом он добавит еще на палубы корабля, французы в театре. Вот это две очень значимые цитаты из французских главписям русского путешественника. Итак, театральное действие стало первым впечатлением русского путешественника о Франции и затем превратилось в основную метафору всего повествования о ней. Ну вот, для того, чтобы представить, как выглядел тогдашний театр, вот это интерьер оперного театра 18 века, сохранившийся это Италия, но примерно-то это, конечно, и во Франции. Видите, как сам по себе выглядит вот этот вот храм, действительно, искусство. Понятно, что это театры барочные, театры рококо, но вот во Франции это все было вот таким образом. Это уже французские театры, вы видите, это гравюра того времени, это идет пьеса вот такого типа декорации многосоставные, в которых все двигалось, действовало, которые быстро довольно сменялись, чего там только не было, вообще это чудо машинерии, инженеры работали, даже военные инженеры работали над этими декорациями. Все это вот, конечно, во времена Карамзина в Париже было. Вообще поразительно то, что он приехал в Париж, с одной стороны, революционный, но с другой стороны, там продолжает вот какое-то время, продолжается та жизнь, к которой привыкли все путешественники, бывавшие во Франции. И об этой жизни Карамзин тоже напишет, как оно это проводит, то есть это обилие путешествующих, которые приезжают целенаправленно в Париж, это еще действуют горные дома, это еще можно посетить резиденции королевские и так далее и тому подобное. Ну и, естественно, театры тоже. Это вот комедия французской, знаменитый французский театр, естественно, которым Карамзин бывал едва не каждый вечер, но пересмотрел все премьеры. И, кстати, что интересно, вот это вот Пётр Великий, это была премьера того времени, очень животрепещущий спектакль, и буквально он был поставлен за полтора месяца до того, как Карамзин оказался во Франции. Он, по-моему, третий или четвертый раз шел, и, кстати, очень долго он не сходил со сцены, до самой казни короля практически, когда уже о монарках, даже о таких положительных, как нас Пётр Великий, нельзя было открыто упоминать. Но, тем не менее, вот он описывает театральные новинки. Дальше. Первый спектакль, на котором он побывал, это как раз тоже была театральная новинка. Карамзин Беккер, его спутник, с которым он познакомился еще в Швейцарии и расстался только на берегу Ла-Манша, когда отправился в Англию. Даже специально там крюк сделал, чтобы с Беккером подольше не расставался. Итак, Карамзин и Беккер, покинув Швейцарию, остановились в Лионе. Здесь русский предшественник видел посредственную, по его мнению, пьесу, новую трагедию Марии Жозефа Шанье. Но когда мы слышим Шанье, мы, конечно, вспоминаем прежде всего своего брата, Андре Шанье, казненного во время террора, поэта, который очень-очень хорошо был известен в России. Пушкин из него переводил. И легию написал ему посвященную. Но это Мария Жозеф. Это, так скажем, более левый брат, республиканец, что не мешало им очень дружить всю жизнь, несмотря на разницу взглядов. Более того, у них были общие друзья, вообще ярые монархисты. Это большая трагедия вообще вот этого дружеского круга, потому что связи-то сохранились. Но получилось так, что вот, собственно, Мария Жозеф, он был свидетелем казни всех своих друзей, брата в том числе. Ничего не мог с этим сделать. Вот. И сам потом сидел в тюрьме. Причем сидел в тюрьме и как, так скажем, крайний, как уже брат крайне правого и как потом левак, да, вот так скажем, при разных режимах. Но, тем не менее, вот смотрит он пьесу, тоже посвященную монарху, Карл IX, тоже потом снятую со сцены после казни короля. И вот как он эту пьесу оценивает. Вот первая театральная лицензия. Он противопоставляет пьесу Шексперевым трагедием. На сцене только разговаривают, они действуют. Обыкновение у французских трагиков. Речи предлинны и наполнены обвешалыми сентенциями. Один актер говорит безумолку, а другие зевают от праздности и скуки. Однако публика, по наблюдению Карзина, встречает зрелище благосклонно. Почему? Ну, во-первых, потому что это политическая пьеса. Автор написал ее на злободневный сюжет, имел в виду новое происшествие, и всякое слово, относящееся к нынешнему состоянию Франции, было сопровождаемо плеском зрителей. К тому же, как сразу замечает Карамзин, длинные речи, трескучие фразы, броски, афоризмы и кровавые призывы – это уже повседневность революционной страны. Ну вот, помимо пьесы, он бывает, значит, следующее впечатление будет это Вестрис, мы сейчас к нему вернемся, но немножко пролистаем вперед. Вестрис, поговорим еще. Вот, пожалуйста, вам это другое впечатление, он бывает на разнообразных народных собраниях, уличных собраниях, и там встречают вот таких уже якобинских ораторов-санкюлотов. Санкюлоты, как вы знаете, это те, кто не носили короткие штаммы кюлоты, которые носили аристократов. Впрочем, один из них, как вы видите, вполне себе кюлот. Вот, видимо, это оратор, так скажем, изобразованных, юрист или кюре, бывший, или даже аристократ, левый. Вот, таких тоже было много, но вот это тоже Карамзин наблюдает, и на этих собраниях тоже ходит и присутствует не без опаски, но с интересом. Итак, первое впечатление французской трагедии – слишком много фраз, слишком мало действия. В Лионе происходит и последнее гастрольное представление знаменитого танцовщика Агюста Вестриса. Вот сейчас вы видите его замечательный прорезь Томаса Гейнсбора. Почему-то Агюста Вестриса считали уродцем. Ну, нам сложно как-то, судя на это лицо, так сказать, представивши лицо уродива, но тоже своеобразные были вкусы, своеобразные была моды. Его отца Гаэтада, тоже прекрасного танцовщика, и очень знаменитая, вообще вся династия Вестрин была крайне знаменита. Вот его отца считали красавцем в свою эпоху, это эпоха, понятно, барочного театра, а его уродом. Очень интересная там история вообще его взросления, потому что он незаконарожденный сын, отец знал его существование, но как-то не брал его всерьез. Потом он уже появился сразу балетным танцовщиком, отец сначала скептически отнесся, потом убил в нем талант, стал с ним работать, и в итоге вот очень быстро он покорил сцену. Итак, Агюст Вестрис, следующее театральное впечатление. Это последние его гастроли в Лионе. Русский путешественник поражен поведением публики, ее вольностью, недостойной, как он пишет, поредочного человека. Выкрики с места, оглушительные аплодисменты, от которых надлежало зажать уши. Все выдает чрезвычайную наэлектризованность людей. Конечно, как раз тогда он рассуждает, что это национальный темперамент, но чувствуется что-то еще. О темпераменте это он говорит. Скажу, огонь воздуха и характер французов описан. Я не знаю, у народа умнее, пламеннее, ветреннее. Но ощущается что-то иное, очень опасное, чего он пока не может выразить. Позднее он найдет для этого слова. После представления, когда Вестрис выходит на поклон, энтузиазм был так велик, что в сию минуту легкие французы могли бы, думаю, провозгласить Вестриса диктатора. Эта сцена была понятна современникам Карамзина, потому что осенью 1788 года, еще до революции, Вестрис и на Гюст Вестрис отказался танцевать перед шведским королем. У него тоже были какие-то политические взгляды. И несмотря на просьбы Мариантуанетты, которая даже стала его, так сказать, кланяться, он свое решение не изменил. Это было, понятно, воспринято как вопиющее нарушение дворцового этикета. И он был посажен в тюрьму, полгода там просидел, правда, при весьма щадящих условиях и при прекрасном рационе, но тем не менее, естественно, он стал героем публики. Да, тот момент. И вот этот герой публики, к удивлению Карамзина, очень-очень себя чувствует неловко при этих аплодисментах, при этом поведении толпы, и тушуется, что называется. Карамзин намечает, что с королевой или на сцене он явно увереннее, чем перед публикой, любящей его казалось. Казалось бы, он ожидал суда, хотя решительное определение публики гремело во всех концах театра. Шум в секунду утих, Вестрис стоял, как вкопанный, молчал. Голос нетерпения раздался, публика ожидала речи, забыв, что танцовщик не есть ритор. Все кончилось благополучно, потому что Вестрис нашелся и опять затанцевал. Ну, в частности, мы можем показать, он много сохранил с гравюр того времени, он отличался изумительной левитацией. Вот, тут запричинены его прыжки, определенные пируэты. Есть карикатуры на Вестриса, вот тут вы их видите. Но даже карикатуры отражают вот такой определенный полет. Кстати, он, вы видите, здесь типичные до того времени до эпохи революции театральные костюмы, балетные, потому что они тогда стали очень легкие, воздушные, а у женщин даже, можно сказать, ничего не прикрывающие. Вот, и Асидора Дункан, кстати, когда она занималась своим возрождением античного театра, она очень многое взяла от французского театра того времени. По крайней мере, когда в Петербурге появилась изгнанная эмигрантская французская труппа танцовщиков, петербургская публика была шокирована больностью нарядов. Вот, ну вот, еще один замечательный, так сказать, рисунок Виттриза с натурой, вот, замечательно он готовится к прыжку, вот это вот запечатлели. Ну, еще два портрета, вот, опять же, некрасивый Агюст в цилиндре, конечно, тогда в моду, и его красавец отец Гайдам, вот, по мнению, вот, вот они рядом, по-моему, очень похожи. Да, ну вот, Томас Гейнсбор и Адель Романэ. Ну, заодно вот такие вот театральные костюмы в трагедии еще были, но именно в то время происходит реформа театрального костюма, и производит ее Тальма, знаменитый актер Тальма, которого, правда, Карабзин наверняка видел, но не упоминает. Это такой революционный актер, и произвел революцию в театре, он стал появляться в костюмах эпохи пьесы, а не эпохи того времени, к которой эта пьеса шла. Что до этого появлялись, естественно, играли древние премьеры, а играли, скажем, в костюмах 18-го века, 17-го века, и даже последняя мода, была даже мода, издавался такой модный журнал театральных костюмов, то есть там вот сказано, что в 1780 году вот такая мода, вот на сцену надо выходить в этом, а в 1787-м вот в этом надо выходить на сцену, то есть с эпохой десообразовались. И вот мы видим здесь Тальма, вот здесь еще молодой, такой худенький Тальма, Тальма в роли императора Тита, он специально изучал разнообразные источники, как одевались римляне, как тогу они повязывали, очень долго тренировался с этой тогой, и вот постриг волосы под римлянина, и вот эта стрижка Аля Тит, это тоже примет французской революции, она каким-то образом совпала уже с террором большим, и она совпала со стрижкой, которую называли «голова казненного», то есть как бы аристократы стриглись заранее, вот как те самые показывают, что все они обречены. И вот эта стрижка стала очень модной даже у дам. И вот пришла и в Петербург потом, и в Лондон, вы знаете, вот эти вот античные такие одеяния, в которых дамы простужались, умирали потом от исполения легких и так далее, то есть античные тоги, и стрижки у дам, парики ушли, а вот появляются эти стрижки. Это все называлось а-ля Титус или а-ля Тальма, и причес назывался Тальма. Ну а здесь уже погрузневший такой, уже времен Наполеона, который он был любимым актером, и Наполеон даже подражал, пытался под Тальма говорить, вести себя, брал у него уроки поведения сценического, погрузневший Тальма в роли Нерона. Это, конечно, уже время империи. Вот вам два Тальма, но звезда его тогда восходила. То есть даже реформа театрального костюма была произведена. Но вернемся к Вестрису. Странное его поведение. Да, затанцевал, публика опять успокоилась. Вестрис мог быть освистом, полагает Крамзин, и этого он боится. Но скоро он поймет, что Вестрис боится вовсе не этого. Он боится переменчивости публики, он боится народа-деспота, который только что тебя плодировал, через минуту тебя могут расчерзать. Потому что Вестрис уже это почувствовал своей тонкой душой танцовщика. Он понимает, что обожание публики может смениться неистовством совсем другого рода. И через какое-то время понимает уже и русский путешественник, в чем дело. В самом Леоне видел он, как волокли на виселицу старика, подравшегося с соседкой. Народ, который сделался во Франции страшнейшим деспотом, требовал, чтобы ему выдали виновного. А Пальи, то есть там человек, который вершит суд, пытается спасти несчастного. Чем дело кончилось, скоро он с ним не увидел. Днем ранее в одном маленьком местечке наблюдал и другой спектакль. Обратив внимание на великое стечение народа, что у вас делается, спросил я. Сосед ваш Андрей, отвечала мне молодая женщина, содержатель трактира под вывеску и креста, сказал вчера в пьянстве перед целым светом, что он плюет на нацию. Все патриоты взволновались и хотели его повесить. Однако же, наконец умилостившись, дали ему проспаться и принудили его нынче публично в церкви на коленях просить прощения у милосердного Господа. Жаль мне, бедного Андрея. Интересно то, что вот такой, покажем, полный компот в головах, так скажем, леонских обывателей. Потому что, вообще-то, в Париже, если уж нация, то Господа надо отрицать. А здесь оскорбил нацию, проси прощения у милосердного Господа. То есть уже показано вот это смешение умов. И далее Карамзин приводит несколько анекдотов на эту же тему, вот это смешение умов. Слово «нация», как и другие слова из лексикона «революция» звучат в французских сценах постоянно. Его повторяют часто, не понимая его значения. И вот два анекдота как раз показывают это. С 14 июля все твердят в Афранции об аристократах и демократах. Хвалят и бронят друг друга сими словами, по большей части не зная их смысла. Судите о народном невежестве по следующему анекдоту. В одной деревеньке, близ Парижа, крестьяне остановили молодого, хорошо одетого человека и требовали, чтобы он кричал с ними «Виплю на съемку!». Молодой человек исполнил их волю, махал шляпу и кричал «Виплю на съемку!». «Хорошо, хорошо!» – сказали они. «Мы довольны. Ты добрый француз, ступай куда хочешь». «Нет, постой и съясни нам прежде, что такое нация!». Рассказывают, что маленький дофин, ну а дофине еще будет речь впереди, играя со своей белкою, щелкает ее по носу и говорит «Белка, ты аристократ, ты великий аристократ!». Белка, любезный младенец, беспрестанно слыша это слово, затвердил его. И вот видите, такой прозрачный хиас, прием такой, да, то есть народ ведет себя как младенец, повторяет слова, значение которых не понимает. Но надо сказать, что дофину тогда было 4 года, хотя он был очень умным мальчиком в свое возрасте, дальше мы это увидим, но тем не менее ему это все-таки простительно, в отличие от, так сказать, деревенских сторожилов. Время, проведенное во Франции, распределяется между театром и площадью. Уличные собрания, шумные словесные баталии в кофейниках, им говорили о том, как любил кофейни наш русский путешественник, и, конечно, в Париже он обошел все 10 самых знаменитых кофеен. Они все были известны, они все были в списке для господ путешествующих, и у каждого был какой-то корифей, и у каждого был какой-то свой пунктик. Например, однако одну кофейню содержал любитель музыки, у него стояли там бюсты всех великих композиторов своего времени. Некоторых даже Карамзин не знал, я спрашивал владельцев. В другом там, в связи, сохранялось кресло Мольера. В третьем, сохранялось кресло Руссо, и когда хозяину там предлагали цену за это кресло, превышающую в три раза почти стоимость его заведения, он отказался его продать. То есть вот в каждой кофейне был свой, как он говорил, говорим, свой корифей, свой какой-то вот известный посетитель прошлого. Была кофейня, где сидели за одним столиком братья Монгалфея, и так далее, и так далее, и так далее. И были кофейни, которые просто возникали как грибы, и где собирались разнообразные члены разнообразных партий, и даже каких-то ответвлений этих партий. Вот туда Карамзин тоже ходит, ему это все очень интересно. Пока еще безопасно это ходить, и, в общем-то, потом уже принадлежность к какой-либо кофейне тоже может стать пунктом обвинения. И, кроме того, конечно, он посещает великих мужей, и отмечает, что с этими великими мужами тоже что-то происходит. То есть они уже не химики, не астрономы, не литераторы, а персонажи исторической драмы, роялисты, граждане, патриоты, и так далее, и так далее, множество ирлков возникает. И, кстати, очень многие из тех, кого он перечисляет, кого он посещал, в скором времени окажутся на Ишафоте. Все это приближается с подробными описаниями, виденных на парижских подмозгах спектаклей. В этот театральный вихрь вкрапляются эпизоды иной тональности, связанные с посещением тех мест, которые ассоциировались с Францией до 1789 года, Францией, который стали называть уже ансиен режим, то есть старый режим. Это жемчужины старого режима, как их называют уже Карамзин. Прежде всего, это Париж и королевские резиденции. Но, прежде чем мы перейдем к ним, еще вот два таких, конечно, очень театральных персонажа, которые тоже по-посвоему была, так сказать, судьба. И видите, тут даже театральные жесты на изображении, по крайней мере. Это люди, которые связаны со взятем постели. Это Камил Дамулен, известный оратор своего времени, друг и даже попротив. И потом он крестил у него детей, так сказать, Робисфьера. Крестил детей и, естественно, подписал ему смирный переговор. Это тоже мы хорошо все знаем из истории. Вот. И знаем судьбу жены, так сказать, Камилы, которой тоже была казнена. Люсиль Дамулен. Тоже выдающаяся, конечно, женщина, безусловно. А рядом с ним тоже человек, который сыграл знаменательную роль в том, что бастилия пала. Это, кстати, миниатюрный портрет, вы здесь видите. А есть гравюра с него, которую сделал сам автор этого портрета. Это Мазер де Латюд. На нашей выставке вот есть эта гравюра, которая использовалась как агитационная, с полным изложением его мытарства. Но когда излагали эти мытарства, как-то вот не упоминали, что они-то вообще-то не при нынешнем короле. Потому что нынешний король, который де-факто еще был королем, да и де-юре, пожалуй, де-факто, так вот, собственно, де-факто его освободил. А судьба Латюда действительно страшная. 35 лет он провел в тюрьме. И, в общем-то, конечно, из-за проступка, но из-за проступка, так скажем, не по таймерам. Дело в том, что он, вот этот вот самый наш Мазер де Латюд, 20-летний мелкопоместный дворянин, который приехал в Париж, вот такая дертаньяновская фигура, надо завоевать Париж. Как его завоевать? Надо искать покровителя. И Латюд, большого юного ума, придумал вот что. Кто самый главный человек в Париже, при Людке Пятнадцатом? Мадам Попадур. И вот он, будучи учеником аптекаря, посылает ей какой-то порошок, типа толчуных яиц. Посылает. И пишет, значит, что это вот такой подарок, какое-то лекарство. Потом, значит, является к ней и объявляет, что ей отправлен, он знает достоверно, что ей отправлен яд, и он пришел ее спасти. Ну, Попадур сначала им очень благодарна, но она была очень умная женщина, она попросила его написать свой адрес. Потом сравнила с посылочкой на яде, сразу поняла, что это не тот же почер. И не успел наш Голубок дойти, предвкушая, как он теперь будет купаться, так сказать, в лучах славы, золота и вообще всего, что можно, всяких удовольствий. Не успел он дойти до дома, как был уже арестован. Естественно, отправлен в Бастилию, причем с записочкой. Что-то были эти записки, пройдут в Пятнадцатом, но об этом много писалось. То есть просто человек писали, вот такого-то Попаду посадить и о нем забыть. Человеку меняли имя, он не числился, он нигде, вот просто исчезал. И сколько он там сидел, вот неизвестно, он мог там умереть, а могли потом о нем вспомнить и его отпустить. То есть все, его судьба была решена и не им. И вот этот двадцатилетний молодой человек оказывается в Бастилии. Он был поразительно жизнелюбимым. Собственно, это свидетельствует вся его жизнь, потому что обычно 3-4 года человек там с ума сходил, буквально. А нашел отсюда, ухитрился, во-первых, 5 раз бежать, причем удачно. Первый раз он убежал, через 3 года он как бы планировал все, вот как он это сделает. Первый раз он убежал через 3 года по пребыванию в Бастилии. Убежал. Но что он решил сделать? Он очень долго думал, что он будет делать, когда он убежит. Он решил явиться к мадам Покпадур, просить прощения. Ну, естественно, через час он оказался там же, откуда он убежал. Только в более жестоких условиях. Ладно. Думал он опять, гадал, как ему бежать. Придумал. Причем каждый раз такие изобретения, слушайте, это вообще потрясающе. Какие он там уловки делал, это вообще поразительно. А, естественно, к нему еще, почему уже столько стали относиться, потому что, естественно, коменданту по шапке дали хорошо. За то, что у вас тут узники, понимаете, бегают. И к мадам Покпадур являетесь, что за безобразие, что за пастерия такая. Естественно, опять ужесточили режим. Опять бежал. Ну, выждать пришлось пока режим опять смягчал. Он очень было боято, но очень нравился всем комендантам. Рано или поздно к нему начинали проявлять лояльность. Тут он уже лет пять ждал. На следующий побег опять сбежал. Но тут он уже умный был. Он решил в Покпадур не являться, решил бежать в Австрию. Он тоже нашел куда. Естественно, там же все родственники французского двора выдали его. И выдали очень быстро. То есть там была целая международная склока. Там послы туда-сюда, молодые слова. В общем, австрийцы его выдали. И опять он оказался в Василии. Уже с очень строгим режимом. Там одиночная камера была. Вот в одиночной камере он начал там крыс там дрессировать. Он мог очень их описывать, как их звали, как они с ним общались. То есть такой там крысы, это целый сюжет. И самое же, за него страшное было, что вот после, так сказать, он с ними разговаривал, там разыграл пьесу тоже. После семи лет уже пребывания в этой одиночной камере, его перевели куда-то наверх, и там не было крыс. Крысы остались в подземелье. Он очень переживался, но там приручил голубей. Но там был такой зверь-комментарь, который на него был по-прежнему золоком. И приказал, значит, решил умертвить этих голубей. Тогда он сам свернул шею, чтобы другие их не касались. В общем, все это очень так описано. Потому что он издал потом свои мемуары. Ну, в общем, был еще один побег. Был еще один побег. На этот раз он знал, что такой прекрасный министр Шуазель, что он очень добрый, хороший, надо к нему обратиться. Вспомнил, что даже отец его знал когда-то. И Шуазель ему очень хотел помочь, действительно. Но никак было невозможно. И несмотря на все старающие Шуазели, у которых он даже в доме прятался одно время, в общем, его все равно вернули туда же. На этот раз он побывал и в сумасшедшем доме. И вот тогда у него впервые, так сказать, сдали нервы. Потому что он оказался уже не просто в подземелье, а в затованном подземелье. И есть, так сказать, отчет тюремного медика, который его там посетил, о том, в каком состоянии был узник. То есть, что у него там от насморка разложилось все мясо на верхней губе, выпали все зубы, что он абсолютно ослеп от отсутствия солнечного света, что он истощен, в общем, что... В общем, все это, что у него вылезли все волосы на голове, вот это все нам описано. Вот тогда он пытался покончить с собой. После вскрыть себе вены, как бы, трением о кандалы. Но это не удалось. Вот, так сказать, откачали. Ну и, значит, потом все-таки было послабление. Потом о нем как-то вспомнил. Он уже никуда не пытался бежать. Но потом, вот уже, Людовик 16-й его пускали. Что интересно, вот этот человек, который, казалось бы, вот труп лежит, да, по описанию врача, он после своего, так сказать, с высокого выпустили. Он прожил еще 25 лет. Очень бодрым состоянии. Очень такой оптимист. Написал свои мемуары. Был вообще, как он, очень изобретатель на всякие эскапады. Там анекдотическое иногда свойство. Даже служил в армии. Вот. Больше всего боялся подагры. Поэтому занимался зарядкой. Вот. Вот такая история. И, естественно, когда вот пала Бастилия, оказалось, что там узников-то практически нет. Почти. Ну, нет узников. А те, которые есть, явно не какие-то недостойные сочувствия персонажей. Серийные убийцы, отравители. 14 человек. И все какие-то вот явно вот невызывающие сочувствия. То есть коменданта-то убили уже, Бастилия, фулона. Труп уже его разорвали на части. И что? И из-за чего? Ну, и тогда вспомнили, что был такой невинный страдалец Латюд. И стали вот печатать эти изображения Латюда, художника Вестие, которые указывают на Амудесов Победа. И, кстати, вот эти орудия Победа, и этот портрет Латюда, они вот в музее Карнаваля находятся сейчас. В музее Революции, в музее Карнаваля. Что интересно, ему потом нация благодарная подарила такой поразительный подарок. Разрушили статую Людовика XV. Перепутали, правда. Казалось, что это Людовик XIV. И, о котором Кроскарабзин пишет. И подарили ему руку от статуи, огромную. Ну, если статуя была размером с медного псадника нашего, вы можете представить, какая была рука. Подарили эту руку с надписью, значит, вот рука, которая подписала себе приговор. Ну, об этом даже Виктор Гюгот пишет. Но Виктор Гюгот как раз не упоминает, что... Нет, в 1993 год, просите. Там он пишет об этом. Но он не упоминает, что рука-то была не так, как у Дубика. Ну, вот это, что касается вот тоже театральности и театральных судеб и вот этих поз. Но человек и люди были живые, настоящие, очень интересные. Чтобы представить, так сказать, ту публику, которую мы видели с Амкулотом, да, ну, конечно, публика, на которой попадалась с Кроскарабзином, была не только такой. Тогда еще действовали моды того времени и продолжали издаваться модные журналы. Последний модный журнал – это как раз 1790 год. Но здесь вот могу вам показать разнообразные картинки из модных журналов, которые показывают нам, как выглядели-то не только аристократы, но даже и горожане. Потому что если вот у нас дезобелье это называется, дезобелье а-ля-мбэ-эс, это мы даже не знаем, кто может быть эта женщина. Она может быть и богатой горожанкой, она может быть аристократкой и даже кормилицей. Ну вот детская мода, здесь вам показана женская мода. Вот такие примерно моды. Это 1787-1789 год. Вот как раз. Собственно, и прически, и наряды. Вот вам и чайный столик, о котором мы уже говорили. Вот вам модистка. Вот в этой несуразной нашей спятой шляпе, капюшончике это модиста несет заказ. То есть для модистов тоже существовали какие-то моды. Вот вам очень интересная скрипочка такая. Это скрипочка для учителя танцев или для учитель пения. И жест очень нам знакомый. Картина Левицкого, помните? Смолянки. Смолянки. Вот вам посмотрите, какой знакомый жест. То есть даже здесь какие-то определенные парижские моды действовали. Ну вот. Пожалуйста. Смолочек этот. А здесь очень интересно. Здесь мы видим и вот эту зрительную трубку, которой пользовались и дамы, и мужчины, и тросточку. Вот. И мы видим, как пока муж смотрит, вот эту зрительную трубу мальчишка передает записку. Понятно, какого содержания. Там, скорее всего, были даже специальные такие футлярочки футболных записок. Это все Париж. Тот Париж, который в карантин оказывается. Модная картинка. Но здесь что важно? Здесь нам сказано. Мадам, единственная дочь короля, на коленях своей гувернанты. Это мадам Турвиль, которая потом сложит тоже свою голову на эшахоте. И единственная выжившаяся из семьи Людовика XVI. И вот дочь Мария Тереза, еще совсем маленькая. Смотрим, картинка из модного журнала. То есть так Серега нам показывает даже моду для младенцев и для их нянек. Аристократическое происхождение. Ну, еще одна такая идиллическая картинка. Это тоже, можно сказать, канун самой революции. Тоже 1788 год. Это семья Мегрейда Сереги. Очень такая интересная семья, потому что это добрые знакомые обоих братьев Шинье. И люди, которые очень, так сказать, такого либеральных взглядах, аристократы либеральных взглядов, которые очень многое сделали для христиан в своей провинции, чего там только не было. Но очень трагическая судьба, потому что все взрослые, которых вы здесь видите, кроме вот дамы, которые наклоняются над своим младенцем, все они служат в головотужной шахоте, обвиненные в заговоре, в участии заговора против революции, который возглавляла сестра короля мадам Елизабет. Это уже был самый террор, и надо было, опять же, создавать эти заговоры. И вот поэтому заговоры мадам Елизабет в разных городах, вот пачками, что называется, по 24, по 50, по 60 человек за один прием казнили. Как говорили, шару, то есть телега. Вот эту женщину спасло только то, что сердовольный врач подтвердил, что она беременна. Была ли она беременна, не была ли, это неизвестно. Но вот это ее спасло. Потом она была свидетельницей на процессе революционного прокурора Фухье Тинвилля. Потому что она единственная была из тех, кто выжил, кому Фухье Тинвилль подписал приговор. Ну, естественно, Фухье Тинвилль на это ответствовал. Я был карающей рукой революции, и вообще мне придавали приказы. Но поскольку, опять же, это был террор уже, когда революционеры уже справились с революционерами, выяснилось, что никаких приказов нет. Все они были гусной формы. И поэтому Фухье Тинвилль был казнен, как вот такой злодей. Все очень похоже на все революции. Ну вот, жемчужные старого режима. Каким увидел Париж карантин? Вот это панорама Парижа, примерно то время. Вот въезд со стороны Версаля. Как раз та сторона, откуда он ехал. Париж подкрылся. Вот он его описывает. Таким вот эти знаменитые отели. Там отелями назывались частные дома. Дворцы. В Париже дворцы городские. Назывались отелями. И вот, скажем, Париж со стороны Нового моста. Другая панорама. Вот Версаль, который он посещает несколько раз. От которого он, собственно, едет к Парижу. Знаменитую, так сказать, классистическую планировку. Вот фонтан на Версаля. Это уже замок Фонтенбло. Еще одна королевская резиденция, знаменитая своими охотами, которую мы как раз видим на первом плане. Пять Фонтенбло. Здесь, это еще понятно, Людовик XV. И в Большом пруду разыгрывается морская баталия. Что-то напоминающее нам Древний Рим. С его цирками опять Фонтенбло. Это уже каналы, опять же катания на каналах. Это замок Шантилье, его дворец. Ну и тут мы уже подходим к следующим темам. Итак, помимо всех этих ученых собраний и театров, естественно, посещает кармазины великих мужей. И сокровщи старого режима, как он их обозначает. Храмы науки и храмы религии. Загородные резиденции с их парками, великолепными архитектурными аншамблями, музеи, музеи исторические, литературы, мемориалы. Все это, как понимает путешественник, это уходит. Что-то другое приходит. И недаром старая Франция со всеми своими учреждениями, еще действующими сокровищами, еще не разграбленными, не сожженными, ассоциируется с античным миром дней его заката. Вот это постоянная тоже метафора, которая возникает на страницах Парижских глав. На обеих сторонах реки, он выезжает за город, ездит в фонтенбло, простирается зеленая равнина, изредка видны пригорки и холмики. Везде прекрасные деревеньки, каких не находили ни в Германии, ни в Швейцарии. Сады, летние домики богатых купцов, дворянские замки с высокими башнями. Везде земля, обработанная лучшим образом. Везде видно трудолюбие и богатые плоды его. Сколько веков потребно было на то, чтобы сгладить с натуры все знаки правобытной дикости? Но, может быть, друзья мои, может быть, с течением времени сие места опять запустеют и одичают. Наблюдайте движение природы, читайте историю народов, поезжайте в Сирию, в Египет, в Грецию и скажите, чего ожидать невозможно. Все возвышается или упадает, народы земные, подобные цветам весенним, они увядают в свое время, придет странник, который удивился некогда красотею, придет на то место, где свели они, и печальный мог представиться глазам его. Кто поручится, чтобы вся Франция, сие прекраснейшее в свете государство, прекраснейшее по своему климату, своим произведениям, своим жителям, своим искусствам и художествам, рано или поздно не уподобилась нынешнему Египту? Вот такая пророчески возникает египетская тема, пройдет несколько лет, будет мода на все египетское, в связи с египетским походом, но у Карамзина, ну понятно, с другой стороны. Итак, что еще нам важно? Важно то, что, конечно, вот эти главы французские были опубликованы постфасом, они были опубликованы примерно через 4-5 лет, потому что, как Карамзин по ней поповал, и вообще нам очень важно представить всю хронологию. Итак, Карамзин был в окрестностях Парижа, мы точно знаем, 27 марта 1990 года. Кстати, Лотман писал, что он несколько раз еще навидывался, в швейцарские ученые доказали, что нет, потому что в записи нашли письма тех людей, у кого он был как раз в швейцарии, это все, как он очень точно, кстати, все в этих писем просто подшипников описано, никаких лакон не осталось, действительно он был там, где он пишет, что он был. Итак, 27 марта 1990 года он был в окрестностях Парижа, в Париж прибыл 2 апреля, 4 июня того же года он уже отправляет Дмитрию письмо из Лондона, вот между апрелем и июнем он в Париж, ну, конечно, с выездами в окрестностях. И года не прошло, как пала Бастилия, потому что вы помните, что это случилось 14-го лета 1989 года, да и весть об этом русского путешественника заставил в Лейпциге, в Лейпциге, там он, вернее, во Франкфурте, в Лейпциге он был, когда она пала, а во Франкфурте получил это известие. 29 июля он, значит, с банкиром Велимером во Франкфурте говорит, как он осторожно пишет, о новых парижских происшествиях. Что за дела там делаются? Вот имеется в виду как раз в начале Французской революции. Нужно учитывать еще то, что вот от времени, как я уже говорила, когда состоялось происшествие, до первого публикации отчета о парижских впечатлениях, это 1794-й конец, 75-е начало, это альманах Аглари, полностью эта часть сочинения в отдельном издании появляется аж в 1797-м по 1801-й жена публикация. Прошло более пяти лет, и за это время, конечно, вот эта историческая пьеса Французской революции была отыграна, начиналась совсем другая драма, но теперь идет другая драма, да, и, собственно, автор уже финал знал, потому повествование получает соответствующую окраску, вот это сквозь сентименталистские, предромантические тона уже слышатся вот эти, как он пишет, ноты эсхиловой и сапокловой трагедии. Рок повторгается в повествование. И совсем в классическом духе была сформулирована мораль вот этой трагедии. Вдумайтесь в эти слова и вслушайтесь. Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция – отверстый гроб для добродетелей и самого злодейства. Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан. И в самом несовершеннейшем надо наудивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия или царство счастья будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени посредством медленных, неверных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания добрых нравов. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Ну, вывод этот делает совсем шумовый человек. Вывод вполне себе консервативный. Но этот же вывод 40 лет спустя, трижды в личной переписке, в полемических заметках путешествия из Москвы в Петербург, это направление обратно Радищевскому, и в историческом повествовании «Капитанская дочка» первым и последним из задуманного цикла «Предание русского семейства» будет перефразирован неким выросшим лицеистом, который некогда же рассорился с почтительным историографом Карамзины из-за несогласия с концепцией развития России, которая уже через Бориса Годунова будет демонстрировать уже несколько иное отношение. Вот Александр Сергеевич Пушкин пишет буквально следующее. Обычно говорили, это у него Гринёв пишет, а не он. Но он то же самое повторяет в письме, и то же самое еще три. Я еще раз повторю, в письме четыре раза, даже не три. Итак, вот что мы читаем. «Бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников задействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали. В состоянии всего обширенного края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный». Ну и дальше идет очень похожее на то, что мы только что читали, слышали. «Лучшие и прочнейшие изменения – суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений. А те люди, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молодые, не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка-палушка, да и своя шейка-копейка». Вот очень похоже, и есть еще более похожие, тоже про эти прочнейшие изменения. «Лучшие и прочнейшие изменения, еще раз цитирую, суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений, политических, страшных, а для человечества». Это уже пишет 35-летний Александр Сергеевич Пушкин в личном письме. То есть тут нельзя сказать, сослаться, что это герой. Ну и, собственно, чего Карамзин не увидел, но то, о чем он потом читал и ужасался, это, конечно, вандейский мятеж, так называемый. Потому что это самые, конечно, страшные страницы, наверное, даже страшнее, чем все эти парижские гильотинирования сплошной чередой каждый день. Это, конечно, то, что происходило в Андее. Вы знаете, что вот это всегда у нас, как бы, в советской историографии это рассматривают, как такое вот справедливое подавление несознательных граждан. И очень интересно то, что Владимир Ильич Ленин очень подробно изучал, ему даже переводили, а что-то он читал сам в оригинале, ход в адейских событиях. И это для него было как бы практическое обоснование того, что возможно поднять, так сказать, оружие против людей, то есть против тех, кому начистояние революция, если они демонстрируют свою политическую несознательность. Это сейчас, как бы, доказано, даже конспектировал многие вот это, есть его заметки, то есть все-таки у него какой-то был вот червь, который его голодал, так сказать, когда вот вопрос о терроре, он долго не решался. Но вандейя это то, что его подтолкнуло. Совсем недавно как раз вот люди, которые, так сказать, на сайте территории из этих провинций, которые сейчас разные провинции, да, это вандейя и вандейя, совсем недавно было даже в ООН выступление этих людей, до сих пор это там больной вопрос, до сих пор, выступление с просьбой признать события вандейя геноцидом. Почему так? Вандейя погибла в этих событиях вандейя, главным образом от действия, так называемых хатских колонн, посланных туда из Парижа, главным образом, из Марселя, таких вандейя геноцидом городов, это карательные отряды своего рода, это не карательные отряды, это 12 карательных армий, и имена всех генералов известны. Так вот, по самым щадящим оценкам историков, погибло 170 тысяч человек, по самым, ну, таким обширным, 250 тысяч. Если мы учтем, что все население вандейя тогда около 400 тысяч, то мы оценим масштаб этой трагедии. Если мы учтем, что все это произошло за полгода, то есть вырезали целыми деревнями, от, буквально, от младенцев до пожилых людей. Просто сжигали все и шли дальше. Ну, было такое оправдание, что началось это все с того, что они первые начали. Вот они первые начали, это знаменитая, это картина Франсуа Фламена, резня Машикули. Если мы посмотрим на эту резню Машикули, видите, довольные аристократы, смотрят на убиенных стариков и женщин. Резня Машикули – это 28 человек, главным образом, так сказать, патриотов, так называемых, их так называют, то есть деятели правительства, которые дали приказ гвардейцам открыть огонь по крестьянам, протестовавшим против закрытия церквей, когда выполнялась воля правительства. Они открыли огонь, эти гвардейцы, после чего, естественно, электризованная толпа с голыми руками никто не был вооружен. Опрокинул их, ну, и потом, действительно, они были убиты. Ну, дальше вот тоже исторические картины, уже с другой стороны. Я говорю, до сих пор это все такой вот вопрос больной. Это Шарль Карпентье, который очень много, он сам был из семьи аристократов, которые, так сказать, погибли в этом вихре в андейском. Вот он вот описывает вам многие, так сказать, его картины, они вот личным опытом его семьи, так сказать, на него опираются. Вот это вот называется в ожидании адских колонн. Вы видите какого-то мелкопоместного дворянина, который вот собрал свою, так сказать, дворню, может быть, там, крестьянную. Вот они все ждут эти адские колонны, чтобы, так говорится, дорого продать свою жизнь, потому что больше ничего не оставить, забежать некуда. Вот. Дальше вот эта знаменитая тоже казнь генерала Дельбе. Генерал Дельбе, это вообще генералов этих в андейских было довольно много, не было между ними согласованности. Это тоже еще раз было, это были мелкопоместные дворянина с очень часто большим боевым опытом, но боевым опытом, так сказать, низших офицеров, которые возглавляли очень часто, вот как генерал Дельбе, нехотя, возглавляли отряды своих крестьян, потому что они к нему пришли и попросили. У нас нет командира, иди к нам в командиры. И он пошел, так сказать, к ним в командиры. Хотя до этого собирался просто бежать, эмигрировать из Франции. Но пошел, так сказать, даром слово. И для него это кончилось, кстати, он был один из самых мягких этих в андейских командиров. Он спас в свое время целую, так сказать, скрывая у себя, по-моему, около 40 человек, пленных. Но с ним все они поступили вот таким образом. Он был захвачен раненым, на расстреле не мог стоять, его привязали к стулу. Заодно расстреляли его жену, которая увидела, что его волокут наказан, выбежала из дома, где она скрывалась, побежала за ним, но, естественно, кончилось вот этим. Ну и самый такой трагический эпизод вот этого вандеистского подавления, это так знаменитые Нанские утопления. Когда приехал карьер такой вот, комиссар, так сказать, бороться с восстанием. Нанд тогда тоже город, который был охвачен подобными настроениями. И учитывая, что гильотина работала слишком медленно, он устроил так называемые революционные свадьбы. То есть собирали толпу людей, там действительно, там за три дня, по-моему, пять тысяч человек перетопили, связывали попарно мужчину с женщиной. Почему это называлось революционная свадьба? И бросали в реку. Вот. Очень все знакомо, очень такие картины, тоже, любое, наверное, гражданское войно такое вызывает. Но в Карпати повторилось то же самое, что с Фукетин-Виллем, знаменитым прокурором революции, когда он вернулся в Париж, он там тоже реляции писал, я там всех вытоптал, я там всех перетопил, вот буквально в этом духе, там доклады, а его там бах и казнили. И он тоже кричал, но мне дал приказ. А где приказ? А приказ устый. И он вот казнен. Но тем не менее, вот вандейские мятеж подавили. Почему вандей так долго сопротивлялась, и почему она безуспешно сопротивлялась, понятно, потому что основной ее движущей силу, все эти шуаны, дособы, все эти люди, это были крестьяне, которые не имели боевого опыта, у которых не было оружия, не было пушек у них, а у гвардейцев этих карательных колонок были пушки, и то они довольно долго сражались. Не было согласованности, потому что одни пылали местью, вырезали всех пленных, допустим, другие, как генерал Ольбея, пытались их урезонить, даже кого-то там расстреляли за зверство, потому что пытались себя вести благородно. Ну, об этом мы знаем, мы читали роман Шуаны, понятно, все это, но это то, что Карамзин не увидел, но о чем он прекрасно знал, потому что все эти вести до России доходили прежде всего с эмигрантами. Ну, а теперь перейдем к тому, что он видел, собственно, что он видел во Франции, Париже. Итак, жизнь путешественника, которая нарисована во французских и прежде всего парижских главах, буквально последние дни, как он называет этой чудесной гармонии благоустройства порядка, которая представляет самое несовершенное общество. Подъезжая к Париже со стороны Версали, где город всего великолепнее, русский путешественник восторженно описывает величиную панораму. Вот он, думал я, вот город, которого имя стало мне известно почти вместе с моим именем, о котором так много читал я в романах, так много слыхал от путешественников, так много мечтал и думал. Вот он, я его вижу и буду в нем. Громады зданий впереди с высокими шпицами и куполами, на правой стороне река сена с картинными домиками и садами, налево и за пространную зеленую равнину гора Мартр, Мон Мартр, покрытая бесчисленными ветряными мельницами, тогда их было еще много, сейчас одна, которая, размахиваясь своими крыльями, представляет глазам нашим летящую станицу каких-нибудь пернатых великанов, страусов или альпийских орлов. Через обширный бархатный лук въезжаете в поля Елисейские. И здание написано в свою жизнь Парижа, который, как он говорит, ничем еще не отличается от жизни тысяч путешественников до него. Париж, который здесь был образцом для всей Европы, источником вкуса, мод, которого имя произносится с благовением учеными и неучеными, философами и щегарями, художниками и невеждами. И вот он пишет о своей жизни там. Иметь хорошую комнату в лучшие отели, поутру читать разные журналы, газеты, где всегда найдешь что-нибудь занимательное, жалкое, смешное. И между тем пить кофе, какого не умеют варить ни в Германии, ни в Швейцарии. Потом кликнуть парикмахера, говоруна в роля, который нас скажет вам множество забавного здоровья о Мирабо и Марии, о Барии и Лафаете. Потому что все деятели уже понятной революции, он их часть из них посетит. Намажет, ну понятно, аристократы еще первый период идет. Намажет вашу голову прованскими духами и напудрит самую белую легкую пудру, а там, надев чистый простой фраг, бродит по городу, зайти в полирояль, в тюльярий, в Елисейские поля, к известному писателю, к художнику, в Лапке, где продаются из Тампы и картины, к издателю, книгопродавцу, дедоту, любоваться его прекрасными изданиями классических авторов, а венотю ресторатюра, где подадут вам за рубль пять или шесть хорошо приготовленных блюд с десертом, посмотреть на часы и расположить время свое до шести, чтобы, осмотрев какую-нибудь церковь, украшенную монументами или галерею, картинную, или библиотеку, или кабинет редкостей, явиться с первым движением смечка в опере, в комедии, в трагедии, приняться гармонию, балетом, смеяться, плакать, истонную, но приятных чувств исполненную душой отдыхать в поле-рояль, в кафе-де-валуа, в ковер, на подпочитании знаменитой кофейне, за чашку бавруаза, взглядывать на великолепное освещение лавок, аркад, аллеи в саду, вслушиваться иногда в то, что говорят тамошние глубокие политики, наконец, возвратиться в тихую свою комнату, собраться с идеями, написать несколько строк в своем журнале, броситься на мягкую постель, и чем обыкновенно кончается жизнь, заснуть глубоким сном с приятной мыслью о будущем. Провести так около четырех месяцев есть по словам одного английского доктора выманить у скупой волшебницы судьбы очень богатый подарок. Ну, здесь он, конечно, несколько приукрашивает свою жизнь, потому что он все-таки не был туристом, как мы это помним, и он, естественно, отправляется по великим людям. А начинает он это посещение с посещения академий, королевских академий, которых тогда было три, если не считать академию еще, которая давала целых три сразу, это академия изучества, вояний и живописи, которая считалась тремя академией сразу. Он ее тоже, естественно, посетил. Ну, начнем, прежде всего, вот эти три научные академии. Первое, что он посещает, это королевскую академию надписей и медалей. С 1716 года она стала называться академией надписей изящной словесности. Основана она была в 1663 году министром финансов и реформатором государства Жаном Батистом Кальбером, мы его уже немножко упоминали, человеком, который великолепную реформу флота провел. Завершила уже при Людовике 16-м реформа, это, как я уже говорила, очень дорого Франция обошлась, еще немного, она бы вышла на первое место, Англию бы обогнала, безусловно, что корабли были великолепные, англичане старались потом захватывать плен, но, но, когда вот революция произошла, естественно, здесь этот плод таким трудом отстроенный попросту перешел Англию, либо был сожжен. А воспитанные с превеликим трудом, потому что тоже очень дорого обходило государство офицеры, пересели в седла, и больше их часть пала при Кавибероне. И потом даже у нас сражались корпус Камде, который перешел к нам и совершил поход с Суворовым, о чем мало кто знает, но это было так. Это вот примерно на треть бывшей войны. Вот грустная такая история с этим, с этой реформой. Но вернемся к Кальбер начал эту реформу, проведение 16-го она заканчивалась. Итак, Кальбер основал вот эту вот академию надписей медалей с целью изучения, почему она так называлась, памятников истории и археологии. Первоначально она сопрестала своему названию, изучая надписи на камнях и металлах, медалях, стенах, памятниках архитектуры. И такой даже у нее был девиз, что вот эти надписи на медалях, на камнях, они живут дольше, чем надписи на бумаге, естественно. Вот поэтому они... То есть фактически это была археологическая и историческая академия. Но учитывая, что среди ее членов с самого начала было много поэтов, а также криптографов, шифровальщиков и прочих-прочих людей, потому что там надо было очень много, естественно, и переводить, и расшифровывать, собственно, ассирийские надписи они потом расшифровывали и так далее. Так вот, она, естественно, очень быстро перешла уже, ну и стала заниматься изучением вообще литературных памятников, написанных не только на жестких, так сказать, вещах, не только на меди и на бронзе. И добавилась лингвистика очень быстрая, и, соответственно, она стала уже Академией изящной словесности. В разное время действительными членами этой академии были создатели знаменитой поэтики, нам известной Николя Буалову, один из первых французских журналистов Жак-Тетюрей, фигура, которая очень интересовала кран-знак, которая вообще тоже у нас была один из основателей журналистики, известный политик, кардинал Роган, или Раан, как его называют, это вообще очень мощная такая семья и очень древняя, сын великого драматурга, поэт Луи Рассин, литератор-переводчик Жан-Пьердо Бугенвиль, брат циркум-навигатора, вокруг свечи, моряка и математика. Ну и, кроме того, заведение это объединяло диблиотекарей, политиков, военных, аббатов, картографов, это вот перечисление на ее скрижалях, путешественников, землевладельцев, полиграфов, коллекционеров, всех кого угодно, лишь бы они интересовались древностями. Даже один крестьянин, который откопал какую-то стелу и пытался расшифровать, стал почетным членом этой академии. Вот. Доставил в Париж, причем, на каких-то валах тоже, такие бывали случаи. Вот. И русский путешественник, конечно, сочувствовал этому интересу, и академия осталась доволена. Как он пишет, она по сие время выдала более 40 томов, которые можно назвать золотую миную. Ну, мина, то есть жива, да, минер отсюда, то есть шахтер истории. Вы не знаете, что были египтяне, персы, греки, римляне, если не читали записок академии. Читая их, живете с древними, видите, кажутся, все их движения, малейшие подробности домашней жизни. Вот. Членом этой академии был писатель, которому очень сочувствовал Карамдин, Абад Бартолемин, мы уже о нем говорили, автор Анахарсиса, он в Германии услышал об этом Анахарсисе, купил тут же, стал читать, прочитал уже к моменту, когда в Швейцарии, видимо, когда приехал, и тут же кинулся к нему, нанес ему визит, а потом мы знаем, чем это кончилось, он Анахарсиса привез Александру Первому, то есть в Россию привез, потом Александру Первому покинул, Александру Первому очень понравилось, и приказано было перевести как учебник для лицея, то есть Пушкин читал, библиотекам это было, а история это о том, как юный скиф, Анахарсис, сын философа Анахарсиса, путешествует по античному миру, по Греции, по Риму, и встречается с великими мужами, конечно, которым не могла эта книга не понравиться, он видел там определенные параллели, и Анахарсис пошел, пошел по русской литературе, Кехельбекер, Пушкин, вот как-то эту линию продолжали, размышления. Вторая академия это академия, основанная Ришелье в 1635, французская академия, целью своей ставившись делать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки. Автор писем порицает ее за то, что она обязана бытием своим такому жестокому министру, то есть Ришелье, за обычай, согласно которому каждый новый член обязан произнести академию хвалебную речь и в особенности за то, что половина членов состоит из людей едва не безграмотных, для того единственное, что они знатные, в то время как Ла Фонтен, Мольер, Руссо и Дидро не были ее членами. Даже говоря о пользе, академия автор не скрывает иронии. Между собой академики соблюдают равенство, которое выражается в том, что все они сели на кресло вместе с тульем, когда кто-то особенно знатный такового потребовал. лексикон французского языка главный плод всего академического древа, хоть и чистый, правильный, строгий, но настолько неполный, что в нем нет даже самого слова академик. Но это уже будущее полемика Шишкова, потому что старались соимствовать словами и вот дошли до этого. Пользуясь академией в том, что множество хороших пиес написано для славы быть членами академии или заслужить ее хвалу и ради золотых медалей, раздаваемых День Святого Людовика отношение к этой церемонии выражено к Робзинам весьма непосвысно, где люди, там пристрастие и зависть. Иногда славнее не быть, нежели быть академиком. Главное дело не получать, а заслуживать. Неудивительно, что с членами этой академикой Робзин встречаться не стал. Зато он встретился с тремя из семи академиков Парижской академии наук, учетенной Ледовиком XIV. И пишут о ней очень комплементарно. Ее прямая заслуга в том, что нигде нет теперь таких астрономов и химиков, как в Париже. Я, как говорила, из семи, а из восьми академиков живых в тот момент вот этой вот академии. Он встретился с астрономомом Лаландом Байи, как он его называет, и химиком Лавуазье. Ну, первый наш, так сказать, персонаж это Жанли Франсуа де Лаланд. Человек очень интересный, но здесь мы видим его портрет, так сказать, в мундире академика. Миниатюрный портрет, более, конечно, жизнеподобный. А другой это Фраганамо, и здесь он немножко, так сказать, приподнят, но при этом не приукрашен все равно, потому что Лысина Лаландровская знаменитая, она так и остается Лысиной. Видите, что он фазирует без парика, хотя есть и портреты когда Карамзин с ним встречается, он уже более 40 лет, как пишет русский путешественник, беспрестанно занимается небесным и открыл множество новых звезд. Он есть столес, то есть фолес нашего времени. И поразил этот Лаланд его тем, что прежде всего, что у него не было никакого величия, такое, казалось бы, великое лицо, но он вел себя, как он говорил, как молодой, любезный француз, и даже о его возрасте Карамзин забыл. Второе, чем Лаланд очень понравился, что когда он узнал, что, так сказать, компаньон Карамзина, вы помните, что он ученик одного немецкого астронома, он тут же стал его обнимать и хвалить его учителя, то есть он радовался успеху коллег, не было никакого такого желания подсидеть, как у немецких философов-ирбилалистов он отмечает, то есть этим он тоже очень понравился. Дальше очень заинтересовал его тем, что был сторонником женского образования. Вообще, Лаланд был известен своим трудом, который назывался астрономия Дам. Он был посвящен, это были биографии знаменитых женщин, начиная, естественно, от всяких там греко-римских персонажей, которые занимались астрономией. Всех французских, так сказать, астроном, 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 он знал лично, и некоторым даже очень близко. Вот от одной из них он имел незаконарожную дочь, которая была его ассистенткой, и он выдавал ее за племянницу. Вот. И вот об этой дочери как раз, как раз в 1790-м году эта книга вышла, и он ее Карамзину показывал. Еще, видимо, показывал, как мы сказали, баграмки. Он воспитывает дочь свою. Удивительную осведомленность показывает наш счастлив, потому что все считали эту дочь племянницей, как она была, собственно, де-факто, де-юре, женой его, двоюродного племянника, поэтому носила его фамилию, и он говорил, что она вот его племянница по браку с его племянником. Но Карамзин тут все просекает. Он воспитывает дочь свою, также совершенно для неба, учит в математике, астрономии и в шутку называет уранью. В год, когда русский путешественник отправился в свой воеж, великий ученый, ставший академиком Берлинской академии 21 год, чья трехтонная астрономия была уже настольной книгой любого профессионала в этой области, вплоть до начала 20 века. Начал работу над своим главным трудом, каталогом Истуар Селест Францесс, то есть Французская небесная история. И, страшно сказать, в этой книге были обобщены наблюдения за 50 тысячами звезд. Вот такой был труд. И этот труд был опубликован в 1798 году, то есть за 8 лет он его с рисунками и прочим сделался. Но вот эта знаменитая его дочь и его племянник, то есть супруги, которые ему помогали, та самая Урания, ассистента Лаланда, и вот она же нарисована уже в виде богини Урания. Письма к русскому путешественнику, друженик науки Лаланд, противопоставлен своему коллеге Баи, который оставил астрономию ради политики. На самом деле ученый не был чушь ей. Не вмешиваясь в эволюционные события, астроном в 1717 году будет прятать у себя французских аббатов в обсерватории коллежи Мазарини, им угрожала смерть, а он ободрял их шуткой собственного, такой нехитрой шуткой собственного сочинения. Я могу выдать вас за своих подручных, ведь и вы, и я занимаемся небесами. При этом он был совершенным атеистом, его даже называли декан Афеев, бога не верил, но считал, что человек имеет право на свободное расповедание и поэтому спасал, очень многих спас, и спас рискуя, действительно, не только собой, но и своей семьей. Было у него еще такое чудачество, о котором тоже Карамзин упоминал, правда, не в письмах опубликованных, а в письмах опубликованных, но он ел живых пауков. Это всех очень поражало, вообще народ его считал каким-то худезником, звездами наблюдают, пауков ест. На самом деле он таким образом боролся со своей страхом, с рахнофобией. Вот чтобы спастись от этого ужаса перед насекомыми, он, так сказать, их поедал. Вот. Ну, был потрясающим вообще человеком, которого очень любили, его считали чудаком, о нем распивали куплеты еще при жизни и гильотина его миногала. Он должен до преклонных лет при Наполеоне, так сказать, был славен и так далее. Ну, вот это его как раз дочь Мария, Жанна де Францес де Ла Ла, и ее супруга вы уже видели, Мишель Жан. Кстати, ну и далее, а дочь, она незаконорожная, вот как раз его Луиза Лизабет Фелисите де Пьери, его, так сказать, возлюбленной, которая, кстати, основала астрономическую школу, которая учила, подчеркнуто, только дам. Мужчинам туда было запрещено входить. Вот, то есть, свои были интересные вещи такие. Вот, первая женщина, вот его возлюбленная, первая женщина, которая получила диплом астронома в Сорбонне. Вот, тоже вот такая интересная персонаж. Ну, и Лаланг написал та же книгу о своих путешествиях, путешествия француза по Италии, которая входила в число тех книг, которых без разбора читал Евгений Аня. Второй персонаж, тоже астроном, Жан-Сельвен Баи. Здесь он нарисован просто как мэр Парижа, вот тот, который вдался в политику и променял астрономию и науку, может быть, на Ишапот, действительно, на Ишапот Пошабарьи казнили. Жан-Сельвен Баи был членом всех трех академий, что было там большой редкостью. Академии надписей, Французская академия, Академия наук. То есть он был и лингвистом, и астрономом, и археологом, и бог знает еще кем еще. И, кроме того, он был известен своей, ну, это всегда пишут, громкая полемика с Вольтером, хотя на самом деле полемика была очень интересная. Баи ему написал там кучу писем, чуть ли не 14, а Вольтер успел ответить одним и умер. Так что громко, но, тем не менее, спор был известен. Что, что была за полемика? Она очень интересна, имеет отношение непосредственно к России. В труде древняя история астрономии, это ее начало до основания Александрийской школы. Баи, между прочим, предположил, что астрономические открытия греков совершены не ими, а более древним народом, исчезнувшим с лица земли. Вольтер с интересом прочел этот труд, который он послал Вольтеру, но возразил ему только в этом пункте. Незачем приписывать достижения древним, еще более древним, о которых мы ничего не знаем. Это в моем больном переводе его достижения. Баи ответил письмами к Вольтеру о происхождении наук, особенно народов Азии, который он тут же опубликовал. В письмах им была по-новому изложена история Атлантиды, которую, согласно мифологии, Страбуну и Плинию, а более всего опираясь на историю астрономии, Баи обнаружил, что некоторые астрономические расчеты древности южных народов относятся, на самом деле, к северным широтам. И Ростапан решил, что Атлантиду надо искать за полярным кругом в северном ледовитом океане, о котором потом мало что знали, естественно. И она тождественна мифической гиперборея. Этими идеями увлекся современник Карамзина. Кстати, привез он ему книжку эту подарил, и вот увлечение, Баи подарил ему, он подарил Капнисту. И вот увлекся Капнисту Василий Васильевич, который в 1815 году опубликовал в журнале «Чтение» в беседе любителей русского слова, основанной на идее Баи, на которую он прямо ссылается. И пишет он там буквально следующее. «Краткое изыскание о гипербореяных, о коренном российском стихосложении назывался этот опус, открывалось это все словами. Может быть, ослепляет меня сродное отчизнолюбие пристрастие, но я твердо уверен об отличном пред прочими народами преимуществе русского языка, музыки и стихосложения. Оно оставлено нам в наследство от народа в отдаленнейших временах знаменитого, просвещением своим, озарившего пределы древней Греции, гордившийся знаниями своими, народ, все известный под именем гипербореев, уважаемый славен был в древности». И дальше он пишет вот ссылается на этот труд Баи. Жизнь Баи, такая тихая, жизнь тихого кабинетного ученого, который много странствовал, правда, много изучал на выезде, изменилась, когда город Париж, он тоже был очень популярен, и как тройной академик, его избрали парижанем мэром. Правда, не сразу мэром, сначала депутатом третьего сословия Генеральной Штаты, с чего, собственно, все и началось. Король Людовик XVI собрал Генеральные Штаты, которые очень давно не созывались, как наша Екатерина тоже, она, помните, на касты сала, собрала, но она умнее поступила, она все так очень быстро прикрыла, и под ее контролем все было. А Людовик, так сказать, все возрадовались, конституционная монархия, тут у Людовика умирает сын, тот, который, собственно, дофин был на тот момент, семья объявляет траур, король не является на заседание, депутаты собираются в зале для игры в мяч, и бои, которые был тогда ни много ни мало председателем всего этого собрания, объявляют, что они не работают в центре тут, что они не разойдутся, пока конституцию не выработают. Ну и все, и, собственно, с этого все началось и понеслось. Что интересно, здесь, конечно, присутствуют аристократы, которые тоже воодушевлены и тоже хотят конституцию, имя работают, видят, и кого тут только нет. И, естественно, это эскиз замечательного жакого и Давида. Вот картина никогда не была написана. Она должна была быть огромнейшей, сколько-то метров на сколько-то метров, точно не скажу. Но не была она, почему написана? Он, надеюсь, действительно работал долго. Он каждого депутата рисовал, там несколько эскизов делал. Но пока он ее писал, все больше депутатов нельзя было упоминать. Миробой стал врагом революции, правда, посмертно. Боим стал врагом революции. То есть врагом революции стало столько, что в конце концов от всех депутатов осталось там джер 15. Естественно, ну, какой тут нельзя. Так он и не доделал эту картину. Вот эскизы только остались. Правда, большие. Ну и вот здесь бои в середине. К тому моменту, даже когда вот даже этот эскиз был готов, бои уже, так сказать, удалился от делок. Он был фельяном, то есть сторонником конституционной монархи и сторонником короля. Короля он, кстати, приветствовал, когда короля чуть ли не насильно привезли в Париж. Он его приветствовал как мэр Парижа. Сир Генрих IV завоевал себе народ, а теперь народ завоевал себе короля. Вот этими словами. Был он очень популярен, когда вот его как раз посещает Карамдин, а него оды слагают. И прозвища неподкупные, первым получил он, а никакой не Робеспьер. В общем, все было так. А потом случился 17-й юридичный 1791-го года. Беспорядки, которые на Марсовом поле продолжались не один, кстати, день. Бои, что называется, сдали нервы, был мэром Парижа. Он дает Лафаэту приказ как-то это прекратить. Лафаэт поступает по солдатски, то есть открывает огонь, 50 человек убиты, и после этого начинается тот самый террористический период революции. Париж, который слагает себя тут же полнонучил, считал себя ответственным за гибель этих людей, удаляется в провинцию, начинает там писать мемуары свидетелей революции, оттуда его уже 70-летнего с лишним старика приводят в Париж, судят очень быстро и очень долго казнят. То есть его в мороз водили там очень долго по Парижу, все искали, где ему голову отрабить. Решили наконец отрубить на Максумпоре, там, где кровь пролилась в своем вине и знаменитые эти слова по ночам сказанные «Бои ты дрожишь, вот только от холода» были его пословными словами. Ну и третий академик, посещенный нашим путешественником, это знаменитый Лавуазье, который тоже стал жертвой революции. И, конечно же, Лавуазье тоже потрясающая личность. Слава Лавуазье, по словам Карамзина, была такова, что перед революцией даже дамы любили изъяснять нежные движения и сердец своих химическими операциями. Об этом академике русский путешественник говорит с наибольшим пиететом. Быть перед революцией генеральным откупщиком имеет, конечно, не один миллион. Действительно, что поразительно, вот эти миллионы у него были, но при том, что он и вот, так сказать, дядь Польс, который тоже занимался вот этими откупами, поразительно, честные люди были. Они вот к этому относились, так сказать, действительно, по-государственному, а все вот, его, например, выручка до этого шла, вся на научные опыты и на очень большую благотворительность. После его смерти, в общем-то, никаких особых богатств не было обретено. Мед, конечно, не один миллион, но богатство не проклаждает ревностной любви его к наукам. Оно служит ему только средством к размножению и к благотворных действиям. Химические опыты требуют иногда больших издержек, но достаточно сказать, что вот журналом в Лёхе и своих опытах только опыты над составом воды стоили ему 50 тысяч золотых литров. Луазье ничего не жалеет, а сверх того любит делиться с бедными. Одной рукой обнимает их, как братья, другой кладет им кошелек в карман. Наблюдая за дружеским приемом, оказан Луазье Беккеру, после того, как ученый узнал, что тут ученик химика, опять же, Хаппорта, он опять же, как и Лаланда, его хвалит за отсутствие зависти. Что очень приятно ему видеть людей, обвиненных наукой, которые без личного знакомства любят и уважают друг друга. Что еще поражает Карамзина? Кстати, здесь он споражет со своей супругой, которая была его ассистентом и секретарем и боролась, как могла, за его жизнь, но, правда, боролась не очень умно. Она дала пощеченную единственную человеку, который мог его спасти. Так вот, Луазье поражает еще Карамзина своей необыкновенной деятельностью. Встает в 5 утра, с 6 до 9 работает в лаборатории, затем до полудня занимается лодковами, после чего отправляется в управление порохов или в Академию наук. Вечером после обеда с 19 до 22 часов вновь исследование в лаборатории или работа записана столом. В субботу счастливый день, он ее называл, потому что он давал себе отдых и 2 часа общался с друзьями-учениками. Революционные годы вот этот распорядок перевернули. С 1685 года Луазье состоял директором Парижской Академии наук. Он очень много для нее сделал. Но вот с 1793 года наступили Черные дни Академию, две другие уже закрыли, и это тоже было под знаком закрытия. И вот Луазье как мог боролся, поддерживал ее, вбухал туда все свое оставшееся состояние, в том числе и на взятки разнообразные, и на подкупы. Но Академию он все-таки не спас. Она была закрыта, упразднена в 1793 году. В 8 мая 1794 года после процесса над бывшими окупщиками Луазье и его тесть господин Польс были казнены. По преданию, при внесении приговора Луазье один из членов трибунала сказал, когда их пришли просить спасти такого великого ученого, нация в ученых не нуждается. Ну и на гибель Луазье открытывались тоже его коллеги такими словами знаменитыми. Им понадобилось одно умновение, чтобы срубить эту голову, но сколько понадобится веков, чтобы отросла другая такая же. И что еще интересно, несмотря на убеждения русского путешественника в том, что науки соединяют людей, спасти Луазье пытались немногие. Но правда, большинство было тогда уже тоже либо разъехались, либо умирали, либо были казнены. Но есть челобитные, если можно так сказать, с просьбой спасти его, которые подписаны математиком Лапласа, математиком Лагранжи и, что очень важно, математиком и навигатором Шевальеда Барда, другом персонажа моего любимого снафия Сигюра, другом, так сказать, соратником по праве в войне. Он единственный тогда остался не эмигрировавший из Морской Академии Наук. И вот подписал это, рискуя головой. Потому что он скрывался в Париже, адрес ему был неизвестен, но он подписал это. «Когда осужденные вместе с Лавуазье откупщики узнали о приговоре, кто-то достал приготовленный яд, чтобы уйти из жизни без мучений, потому что знали, что разъяренная толпа что угодно там с ними творила, было позор всякий, плевали, пили, чего-то еще не творили. Яд предложили Лавуазье, он отказался принять его со словами. «Наши последние мгновения, несомненно, будут мучительными, но нам не следует пытаться их избежать так, как вы предлагаете. Наши судьи не в трибунале, перед которыми мы предстали, и не в толпе, которая будет нас оскорблять. Чума опустошает Францию, убить себя, значит, освободить от ответственности фанатиков, которые вызвали эти бедствия. Давайте думать о тех, кто был до нас, и будем стремиться стать не менее добрым примером для наших потомков». Ну вот, всех этих людей Карамдин видел, вот тут, кстати, такая же поздняя, естественно, картина Ареста Лавуазье, и наблюдая потом за их концом, узнавая об их судьбах, он, конечно, не мог не размышлять о судьбах России, потому что все время, когда он совершает все путешествия, он все время размышляет о реформах в России, поэтому один из главных персонажей его книги это Петр Великий. Он его вспоминает при любом удобном случае. Вот он его вспоминает во Франции, когда видит оперу Горитрии Петра Велики и Гордицы. Вот он его вспоминает в Англии, когда посещает Гоминический госпиталь, о котором Петр высказался и опять гордится этими словами. Вот он видит статую Людовика XIV, это монумент конный, воздвигнутый приблизительно в то же время, но чуть раньше, конечно, чем монумент воздвигнутый Петру и Екатерины, а тогда он еще не назывался мирным всадником, мирным всадником, он будет пусть по иму Буркина, естественно. И его поражает, что эти два конных монумента сами статуи приблизительно одинакового размера. И по этому поводу следует очень длинное рассуждение о значении этих двух монахов. Вот. И он пишет буквально следующее. Бронзовая статуя Людовика XIV такой же величины, как монумент нашего российского Петра. Это несправедливо. Сие два героя были весьма неравны в великости духа и дел своих. Подданные прославили Людовика. Петр прославил своих подданных. Первый отчасти способствовал успехам просвещения, второй, как лучезавленный бог света, явился на горизонте человечество и осветил глубокую тьму вокруг себя. В правлении первого тысячи трудолюбивых французов принуждены были оставить отечество. Речь идет, понятно, о генотах. Второй привлек свое государство искусных и полезных чужеземцев. Первого уважаю как сильного царя, второго почитаю как великого мужа, как героя, как благодетеля человечества, как моего собственного благодетеля. И параллель с персонажами потом еще более раздвинутой английской истории, она еще дальше уведет его в этом паникирике Петру. У нас был свой Карл Великий, Владимир, свой Гудовик XI, царя, у нас был свой Карл Великий, Владимир, свой Гудовик XI, царя, свой Кромвель, свой Кромвель Годунов и еще такой государь, которому нигде не было подобно, Петру Великой. И вот эта тема Петра Великого естественно переплетается с темой Екатерины. Ведь оба они просветители. И на вопрос просвещать или не просвещать, он все-таки отвечает просвещать, как бы ни не были последствия, но просвещать, так сказать, с оглядкой на эту французскую революцию. Лучше ли было русским не строить корабли, не образовать регулярного войска, не заводить академии, фабли, для того, чтобы все это не русскими выдумано, какой народ не перенимал у другого и не должен ли сравняться, чтобы превзойти? Единственное, кого из действующих, так сказать, французских монархов, не бездействующих, вот открытие памятника Петру, понятно, кого он не сравнивает, это, понятно, Людовик XVI. И Людовик XVI, он многим считает слабым королем, королем, он все-таки королем-реформатором, который эти реформы заключал, но Людовик в его описании прежде всего король-кроткий, король-мученик, и так он описывает его семью, и так же он описывает королеву. Вчера в придворной церкви видела короля и королеву, спокойствие, крутость и добродушие изображается на лице первого, и я уверен, что никакое злое домение не рождалось в душе его. Есть на свете счастливые характеры, которые по природному чувству не могут не любить и не делать добра, таков всей государь. Он может быть злополучен, может погибнуть в шумящей буре, но правосудие России, в правосудной историях пишет Людовико XVI в число благодетельных царей, и друг человечества прольет в память его слезу сердечную. Кстати, он и для Пушкина мученик, царственный мученик, ну, королевский мученик. Мария Антуанетка, несмотря на все удары, рука прекрасна и величественна, подобно Родине, на которой веют холодные ветры, но которая оказывает необыкновенную душу. На трогательное описание вносят диссонанс только изображения сестры короля Елизаветы истого молященца по лицу ее катятся слезы. Вся семья в трауре, это двойной траур. С одной стороны, это по умершему от туберкулезу старшему сыну восьмилетнему Луи Жозефу, с другой стороны, по только что козленным их сторонникам, которые устраивали побег их из турии. Именно этот траур, из-за которого была приостановлена деятельность в Минеральных Штатах и, знаете, стала причиной революции. Ну вот здесь прекрасная миниатюра Дюмона, миниатюриста-королева, который сам потом сидел в тюрьме и нарисовал там очень многих позже казненных Франсуа Дюмон и который спас кучу этих миниатюр королеву, несмотря на то, что это было опасно. Особенно проникновенное описание нынешнего наследника престола дофина Луи Шарле. Дофина видела артиллерии, прекрасный, нежный ломбарь, который Флориан посвятил сказке своей и вела его за руку. Милый младенец, ангел красоты и невинности, как он в темном своем камзончике с голубой лентой через плечо прыгал и веселился на свежем воздухе. Описывая королевскую семью, конечно же, знал ее судьбу прекрасным Карамзином вот здесь принцесса Ламбана, это ее портрет Ростлина и миниатюра, сделанная по нему специально, показывая, как часто это бывало. Семья действительно ужасная, потому что король линкопед, королева разлучена с детьми и также гильотинирована после очень такого жуткого процесса. Адафин, разлившийся на своем воздухе, скоро умрет, ну не скоро, а очень страшно умрет в тюрьме от туберкулеза и лимфатических желез, при этом на нем истлеет одежда, которая очень долго не менялась. Мария несколько лет проведет в тюрьме, уже в полной изоляции, только в 1796 году она узнает о том, что казнены были родители и умер брат. С братом она, правда, виделась, а о судьбе родителей тогда ничего не знала. А прекрасную, нежную принцессу Даламбарь растерзает папа, это очень известный эпизод, об этом писал, так сказать, Волошин, целый стихотворение, голова принцессы Даламбарь, вот это вот тоже очень часто это все художниками, так сказать, рисовалось, причем там жуткие подробности, потому что тело ее буквально разуберено в куски, так сказать, порно таскали по нижней половые органы, но это, конечно, следствие революционной пропаганды тоже, потому что королева Иламбарь обожают чуть не как любовницы, на самом деле это совершенно несоответственно истинно, потому что мадам де Ламбарь уже давно угарена была на двора, она вернулась только когда королеве грозила опасность, и вот, так сказать, очень любила ее свекра, так сказать, которая никогда, так сказать, не участвовала в ее сумбесе, это было так, она была известна своей благотворительницей, она, кроме того, оказалась потом и женщиной, которая дала обед безбрачия, то есть там после смерти своего супруга, то есть там много чего было придумано, но ненависть, по-видимому, была связана в том числе и с этим. Мария Антала, нет, так сказать, вот ее портрет Давида, который делал на Дейвизии на Эшапот, это ее, так сказать, отрубленная голова, вы знаете, первая голова в музее Мадам Чуссо, это фотография девятнадцатого века, потом, так сказать, эта пудленная голова туда пропала, но самая плачевная судьба, конечно, была у Дофина, вот он в 1989 году, здесь ему 5 лет, вот еще один, так сказать, партрет 90-й тоже 5 лет, чуть позже, на 2 месяца, это как раз я вам говорила, что это та самая слезинка ребенка, о которой писал Достоевский. О Дофине, кстати, очень много воспоминаний о его судьбе тоже. Ну, характер маленького Луи Шарля очень подробно описан в одном сохранившем письме Марии Антуанетты, напишет, то есть самый Луи Детерубин, казненный, потом, в губернанке своих детей, это очень добрый, чувствительный ребенок, здесь она дает вот советы, как с ним обращаться, каков его характер. Он очень хочет быть хорошим, но это не всегда ему дается, любит выдумывать то, чего нет, то есть все говорили, что он любил фантазировать, но очень поэтическая натура, то есть не знает, что он чего-то вот такое ради выгоды, нет, он любил вот создавать целые сказки, о том, например, как он говорил там с ангелом или еще что-то такое. Всем хорошим, что достается ему, спешит поделиться с сестрой, обожает все красивое, всегда выполняет то, что обещал, иногда очень упрям, предпочитает принять наказание, но не просить прощения, она считала это опасной чертой. Кстати, сильную волю он выказал в тюрьме потом. О сильной воле и развитом уме одаренного мальчика пишут и другие авторы, в частности, его сестра в своих мемуарах. Малыш был трудолюбив, обожал выращивать со всенарочной алой розы, любил дарить их любимой маме. «Зачем вы сами возитесь с колючками? Садовник сделает все за вас», говорили ему придворные. «Только тернистые пути ведут к славе, а эти цветы для мамы, я хочу заслужить ее поцелуй». Это ему было 4 года, когда он это произнес. Известно о нем, что выучился он читать в неполных 5 лет, потому что он дал маме обещание, что он научится к Рождеству 1790 года и сдержал. К 7 годам он мог вести разговор на итальянском «Ла и Затыни». Знал наизусть басню любимого и любимого Лафантела. Все басни Лафантела он знал наизусть. Многие пишут о его доброй и чувствительной душе. Известно, что после посещения детских приютов еще совсем маленьким он начал скопить свои карманные деньги для того, чтобы подарить их этим сиротам. Ну, вот такой вот мальчик. И дальнейшая его судьба известна. Прежде всего его решили революционным образом воспитать. Но он должен был на процессе против Марии Антуанетты как некий свидетель того, что он должен был дать показания против собственной матери, в том числе подтвердить обвинение, что она кровосмесительно сожительствовала собственным сыном, которым в тот момент был 3-4 года. что она брала его в постель с целью развратить. И вот сохранились вот эти протоколы и собственно он на это жаловался сестре, когда его уводили. Они-то еще жили все вместе. Матерь он об этом не рассказывал, чтобы не волновать. А потом его, естественно, отобрали уже от матери и сестры и начали воздействовать уже гораздо сильнее. И об этом сказано. Луи протестовал, требовал показать ему закон, по которому это проделано. То, что ему разлучили с родными. Это записано тоже в протоколах собраний. Ребенка подвергали регулярным избиениям, лишали пищи и сна. Вот в чем следил воспитатель революционный Симон, который ему было приказано каждый час его будить ночью. Его насильно поили алкоголем, ничего он не терпел. Восьмилетнему мальчику подозревали о том, что не было совершено сексуальное насилие. По крайней мере приводили ему, как сам докладывал Симон, проговорился он английскому агенту, мы приводили проституток в тампель, чтобы развратить волчонка. И сохранился в деле Мария Антуанетта протокол допроса принца, где он подписал то, что она выбрала себе в постель, но там подписано Луи Шаркапет. Но это очень сомнительная подпись, у принца был очень хороший твердый почерк, которому эта подпись совершенно не соответствует. Кроме того, никаких других подписей нет, а его сестра считала, что это подпись поддельная, она ее не ассоциировала, либо он был под сильным давлением, потому что подпись очень неверная, не похожа на его почерк. Часто утверждается, что маленький Луи Шарль повторял написанное в протоколе перед сестрой, но она это решительно отрицает. И никогда в мемуарах она не говорила, что брат от них отрекся. Вот единственная эта подпись свидетельствует, что на процессе он не появлялся. Доктор Пелотен, осматривавший тело принца после смерти, был потрясен тем, что следы от побоя были по всему телу, были следы переломов, заросших на руках, ногах. Мария Тереза писала о том, что она знала отсутствия у брата. Симон жестоко наказывал брата, кормил всякой дрянь, заставлял пить вино больших количеств, что-то терпеть не мог. Собрано много показаний о том, как шли допросы его. И они действительно свидетельствуют об очень твердом его характере. Вот сохранилось такие выписки со слов очевидцев. Повторяй, волчонок, республика вечна, нет ничего вечного, только Бог. Скажи-ка, если евангейцы посадят тебя королем, что ты сделаешь со мной? Это Симон об этом сам рассказывал. Он ответил, я тебя прощу. Кстати, Симон под конец к нему все-таки привязался. Он очень смягчился по отношению к этому мальчику. Он даже покупал игрушки, каких-то птичек, о чем есть, сохранившись. Он потом это предъявил, потребовал ему вернуть деньги. В итоге его казнили еще при революции. Ну и наконец его последняя судьба, которая последняя судьба его последних лет, о чем Мария Тереза и его сестра пишут, что это было неслыханное варварство. Даже худшее, чем когда он был с Симоном. Когда Симона и его женой удалили, восьмилетнего ребенка оставили в полном одиночестве под замком, в комнате с решетками на окнах, без всякой возможности даже позвать на помощь, кроме кое-как работающего звонка, никогда не использовала, потому что брат предпочитал обходиться без самого необходимого, чем просить своих палачей. Он лежал в постели, в которой белье не менялось в течение полугода, вши покрыли его всего, нечистоты оставались в комнате. Окно было забито наглухо, и в комнате было невозможно оставаться из-за отвратительного запаха. Часто ему не давали света, бедняжка буквально умирала в страхах в темноте, но никогда ни о чем не просился. Это подтверждает врач, который к нему приходил. Были случаи, что Робеспер хочет восстановить монархию. Естественно, марионет еще посадить на трон этого ребенка, а при нем будет нечто вроде Рейгенба. И существует сведение, что около пяти раз мальчик этого привозили к Робесперу. Есть такая книга Кристофа Донера «Король без завтрашнего дня». Там говорится о том, что Робеспер оказался этой мыслью, потому что король мальчик Штасон отказался участвовать в этом проекте. И никакими уговорами Робеспер его на это склонить не мог. После свержения Робеспер это июля 1994 года условия содержания Луи Шара несколько улучшились. С ним время от времени начали даже заниматься. И перевоспитывать его уже не перестали. Но к этому времени он уже умирал. Он был очень болезненным. Он расхох от голода. был апатичным, психологически деградировавшим. Но правда те тюремчики, которые с ним оставались до конца, они все говорят о его четвертой воле и о том, что он умирал христианином. То есть с ними он общался, с другими он просто молчал, его даже считали немым, христианином. Что поразило легендой о том, что его подменили каким-то немым мальчиком, что всегда отрицала вся оставшаяся в живых его сестра. Собственно сейчас доказано, что никакой подмены не было, потому что сердце похоронено. генетическая экспертиза сохранившейся волосами его сестры и она доказывает, что он был сыном Людовика, о чем тоже сомневались, о том, что это действительно он. Ну и собственно опять же сохранилось описание этого ребенка сделанное Жанна Джапиером Джосефом Дессон. Я нашел ребенка-идиота, почему он называет этого идиота, потому что он не отвечал на его вопросы. Умирающего жертву самой гнусной боли, что он весь распухший был от туберкулеза и лимфатических узлов, самого полного забвения, существо, измотанное самым жестоким обращением, которое невозможно совместить с человеческим существованием. Но тем не менее, тебе еще раз подчеркнуть, тюремщики, которые с ним общались в последние дни, они говорят, что он разговаривал с ними. И в частности записана была чуть ли не последний разговор накануне к своему смерти. Вы знаете, что комендант Тампли, который притеснял ваших близких, арестован? Это здесь? Нет, он в тюрьме сына Антуана. Мне ему очень жаль. Жаль? Почему? Вам? Ему тяжелее, чем мне. Он ведь действительно совершал то, в чем его обвиняют. Вот это один из последних разговоров принца, который был записан. 30 мая 1795 года комиссар Брияр, который знал Лисон, спросил его, встретил на лестнице и спросил «С ребенком ведь все кончено, не так ли?» «Боюсь, что так», ответил доктор. Вероятно, есть люди, которые этого хотят. Ну вот, это та самая слезинка ребенка, которую писал Бостоевский. Я еще раз подчеркну, вот эта книга его сестры с разными собранными свидетельствами была опубликована. Очень много было потом, конечно, самозванцев, как водится, которые объявляли, что это спасенный Луишаров. Но, когда его сестру спросили, никакой подмены не допустили бы, потому что другой ребенок не мог быть на этом месте. Ну и, в общем, последнее, что я покажу. Много, конечно, здесь всяких исторических полотен на эту тему. Вот этот фильм «Тапли», это известная тоже тема многих исторических живописцев, которые пытались представить. Ну и, естественно, и мадам Элизабет, сестра короля очень религиозная, которая была объявлена, так сказать, главой заговора и единственная выжившаяся семья домика Мария Тареза Французская, женщина очень достойная, видите, она в трауре, и вот, собственно, миниатюра с изображением ее отца, матери и брата на груди. Ну вот, собственно, все. Спасибо.